всем привет мои дорогие зрители подписчики и гости моего канала сегодня я хочу показать вам орхидейку которая была куплена в магазине моей соседкой ирочка сразу хочу передать тебе привет надеюсь ты увидишь это видео а ты увидишь его потому что я тебе скину ролик и для того чтобы ты увидела все подробно и поняла я не удержалась решила ролик снятия для того чтобы был уже и для моих подписчиков отчет что у меня происходит в орхидейном мире да и также хотелось бы показать все нюансы которые происходят в магазине в первую очередь мы смотрим корни до при покупке корни отличные были действительно были хорошенькие и даже по субстрату я бы сказала что корах очень хорошая мелковата но она в принципе вот свеженькая видно что она свеженькая и видно ее буквально недавно пересаживали то ли же в магазине не знаю дальше когда я убрала палочку подпорочку обнаружила маленькую неприятность но это действительно маленькая неприятность потому что в магазине можно столкнуться с этими неприятностями цветонос оказался я не поняла сначала думаю почему она так быстро начала цветать такая розовенькая нежненькая очень миленькая красавица вот она я ее сразу покажу кстати название так и не нашла у перерыла все свои 6 альбомов может быть где-то знаете как пропустила надо будет еще раз пересмотреть и попробовать определить сорт очень нежненькая красивенькая и тут уже видите даже цветочек был отвален отвалился где-то уже и цветонос был сломан вот поэтому она и была прикреплена к палочке немножко по-другому нежели как обычно хотя на первый взгляд казалось бы вроде ничего необычного ноут бывают и такие неприятности дальше по поводу корней у нас был торфяной горшок к сожалению я его сильно раструхала и уже успела выкинуть вот в этой части остается торфяной горшок его нужно при пересадке когда с магазина приходите и надо его сразу убирать я убираю всегда его сразу потому что у меня из-за него были часто проблемы из этого торфяного стаканчика орхидеи брались гнилыми пятнами серой гнилью и так далее по поводу листиков могу сказать есть какие-то вдавленки вдавленки уже видите намек на то что от торфяного горшочка уже уже началась проблема у орхидеи тут самой но все это конечно хорошо мы вовремя кинулись вовремя кинулись и собственно говоря проблем в дальнейшем уже с орхидеи не будет вот этот лист немножечко желтоват видите он во-первых нижний но немножечко нужно предостеречься потому что он желтеет не совсем правильно и не с краю как положено а именно от шеи чуть-чуть вот по цвету если посмотреть вот по цвету видно чуть-чуть желтизна идет ну совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть и вот даже вот немножечко пятнышки видите по листику уже пошли также я обнаружила видите вот блестящая пятнышка это липкие пятна видно магазине ее сильно переливали вот видите ее сильно переливали это протирается перекисью также небольшими их повреждения были ну они совершенно даже как бы и не вредны вот они видите вот эти повреждения сейчас попробую лист отогнуть и показать вот такие вот пятнышки у меня подруга как-то отдала орхидейку отдала и у нее точно такая же была проблема с листиками она думала что это что-то серьезное нет это просто мех повреждения какой-то и думаю со временем она исчезнет или исчезнет или останется но уже с ним ничего не сделаешь как правило мех повреждения никуда не деваются цветочки видите уже пятнышки пошли серая гниль это торфяного горшочка мы сейчас обсматриваем все неприятности которые у нас встретились на пути перед пересадкой орхидеи вот ну а в основном это уже мех повреждения очень действительно хорошенькая нежная орхидейка класс с корешками все в порядке и один цветоносик у нас был вот здесь вот он уже старый он уже высохший я его удалила так как в нем уже смысла нет и вот этот второй цветонос который сейчас цветет вот он ну вот вроде бы вот как по мне так все нормально с этим цветоносом единственное что к сожалению к сожалению и рачках он был сломан видишь фото сломан был и я и так стараюсь уже ее поменьше трогать потому что она вся уже разваливается и хочу сказать сразу даже для новичков девочки часто пугаются расстраиваются это не беда больше всего ценится домашнее цветение и лучше дождаться цветение уже после адаптации когда орхидейка после пересадки сейчас придет себя в течение месяца покажет свою активность в корнях или в листовой массе но с цветоносом я еще ириночка сейчас наверно тебе напишу и узнаю твое мнение готова ли ты расстаться с этим цветоносом для того чтобы орхидейка выжила в дальнейшем а потому что ну не то что выжила а чтобы она сейчас переключилась с этого цветоноса на корни и листья и чтобы начало дальше расти и набираться сил то есть в течение месяца будет адаптация после пересадки что я буду делать ну во первых я посмотрю если в этот горшочек она обратно влезет я ее сюда посажу нет значит я поменяю чуть больше горшочек дам где-то на пальчик 2 чуть чуть шире и посажу потому что корни немножко распушились вот верхушки воздушные корешки пришлось чуть-чуть вот тут кончик был видите поврежден и тут кончик поврежден был вот на самом деле корешки очень отличные мне не нравится потому что выпада было практически немного там всего лишь кончики раз два три четыре ну где-то два сухарика я отрезала не помню где уже и до самого конца всех корешков корешки активничают те которые кончики не повреждены видите вот корешок хорошенький чистенький и дальше будет развиваться также и воздушные корешки ирочка давай без паники все будет нормально вот по поводу вот этой коры я не знаю дело в том что у нас был паучок вот еще паутинка осталось немножечко у нас был паучок тут паутинка я сейчас перекись у водорода все опрыскала вот и растение сейчас просушивается корнями дело в том что когда с магазина приносим орхидею желательно ее сразу не мочить дайте растению адаптироваться в комнатных условиях это часто делают ошибку новички которые не знают как правильно с растением обращаться и глядя на сухой субстраты на сухие корни допустим кажется что растение надо срочно напоить это ошибочно лучше конечно принеся домой орхидейку сразу ее не поливать просто пусть она там хотя бы сутки постоит и уже можно будет видеть по ее поведению как она себя ведет да и вот буквально второй день как я обнаружила что цветочки начали цветать вот в связи с этим конечно же и была уценочка потому что цветонос был сломан вот так что ну это неприятности мы поговорили о хорошем тоже поговорили по поводу субстрата я хочу сказать что вполне возможно что его тоже использую хотя его лучше уже оставить на мульчу куда-нибудь подсыпать в обычные цветы где любят рыхлую землю грунт и так далее ну или же в саду в огороде где-то под елочку подсыпать можно и так по поводу горшочка я уже сказала естественно я буду применять уже привычные для себя все как говорится материалы для посадки ирочка ты купила вот такую кору да я когда-то покупала но она мне не совсем нравилась в том плане что ну сейчас я ее разверну покажу что там вот я уже просто привыкла к своим материалам поэтому буду свои материалы использовать а эту кору я тебе оставлю на всяк пожарный случай если вдруг не будет никакого материала под рукой для того чтобы срочно пересадить орхидейку я еще посмотрю к чему я прибегну сейчас я оценю всю ситуацию посмотрю горшочки и уже дальше буду действовать и так я вскрыла уже пакетик флорин орхидея субстрат 2 литра и давайте посмотрим что тут у нас тут в перемешку идет уголь уголечки такие лущеные мелкие что мне не нравится когда вот сделали вид как будто бы там есть уголь и и бруски самой коры очень крупные это уже больше применяется для взрослых более больших орхидей чем нежели то что у меня сейчас на данный момент момент орхидей либо слишком большой горшок придется применять что конечно бы не хотелось потому что осваивать во время адаптации будет орхидейка очень долго но тут есть также и хорошие брусочки то есть я подумаю может быть брусочками повыбираю что-то там такое знаете вот так же где-то тут были волокна тут частички мха но это сказать мог это подобие тоже так знаете для отвода глаз сделали очень много трухи видите чуть-чуть грязноватая кора вот ну и рачка ты не переживай я тебе потом скажу какую кору лучше брать лучше ты на нее переключишься это останется вот хороший брусочек красивенький ну если так по выбирать туда тут можно что-то выбрать вот ну что я заметила что вот в этой покупной коре очень плохо растения приживаются особенно вот эти стандарты которые в магазинах продаются когда я перешла на кору пини и кстати вчера с подругой разговаривала мы очень были восхищены этой корой кора пини которой я пользуюсь уже чуть больше трех месяцев где-то и действительно она лучше в ней лучшие результаты в ней лучше приживаются орхидейки легко переносит адаптацию в этой коре конечно же бывают трудности с орхидейками но не со всеми это все зависит от самого сорта поэтому скорее всего частично здесь что-то применю частично тот субстрат который вот старенький был да у нас мелкий вот все в перемешку сделаю подготовлю субстрат но в основном я буду удар делать на корупине на дно керамзит и в промежутке серомиса еще добавлю ну и сверху сверху естественно мох размочу и будет у нас замечательная посадочка как обычно ну вот я привела уже растение в порядок посадила и у нас получилось вот так красивенько видны корешки будет над чем зачем наблюдать на дне у нас керамзит слой мха немножко потом уголь в брусочки ну и в перемешку потом пошла карапини с кока чипсами и серомисом серомис хорошо держит влагу и и лучше потом будет контролировать ситуацию просохла орхидейка или нет ну я тоже недавно начала серомис применять но мне уже тоже результаты нравятся вот так у нас получилась орхидейка сейчас я сверху уже размочила мох положу и оставлю растение пусть немножечко в себя придет и чуть чуть позже наверно полью но полью я ее тоже сегодня но слегка чтобы растение не перепила водичку чтобы в дальнейшем у нас не было проблемы и с корнями и с самим растением в общем ну вот растение я уже укутала мхом вчера когда искала нашла похожую орхидейку под названием претти леди пинг сразу поставила дату 20 мая 2020 года не 20 мая в мае мы ее посадили чтобы быть знать от чего отталкиваться от какой цифры поскольку хозяйка сейчас в отъезде и приедет только воскресенье сегодня четверг и я думаю что с растением будет все в порядке сейчас я ее подержу в водичке минуты 3-5 потому что кора свежая новенькая да и еще довольно таки плохо пропитана влагой поэтому мы сейчас немножечко ее вымочим и поставим на свое место дождаться своей любимой хозяйки на этом я завершу ролик спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал не забудьте нажать на колокольчик а также поставить галочку об уведомлении моих новых видео с вами была сетя кнуна и мой канал floral dream всем хорошего дня отличного настроения до новых встреч пока пока комэн комэн ar комэн комэн нас г работ